Категорически приветствую, уважаемые подписчики! И сегодня мы играем в новую новеллу. Почему я назвал её конкурентом Тинни Банни? Ну, наверное, просто потому, что она тоже чёрно-белая. Вот, но на самом деле, как всё было, мне написал разработчик, мол, смотри, вот мы выпустили игру, демку, будет круто, если поиграешь. Но дело в том-то, что эту игру я видел ещё давно в какой-то группе, просто в новостях ленту скролля. И мне она тогда ещё тоже, ну, стала интересна. Вот, думал, блин, вот выйдет, надо будет её попробовать. А тут сам разработчик написал. Думаю, ну, надо. Первый ролик по этой игре будет короткий, скорее всего, минут 20. Но если вам понравится, буду часовые также выпускать. Вот, поэтому пиши в комментах, как лучше. Ну, там, 20 минут, 40, час. Ну, как обычно. Как мы с вами до этого делали. Сама же игра называется «Пступивший в Пагуте». Очень, блядь, странное название. Последнее время все делают в новеллах. Я не понимаю, почему нельзя сделать какое-нибудь яркое название, которое запоминается. Ну, что за птути, блин. Вот, ну, собственно, чем она хороша, как мне показалось? Ну, как минимум тем, что это хоррор. Вот, а хорроры мы любим. Ну, и не будем тянуть у микрофона тот пингвин. Погнали. Ну, собственно, начинается всё с дисклеймера. Ну, окей, окей. Я не буду это читать вслух. Но, я думаю, вы сами прочитаете, сами всё поймёте. Я, в принципе, совсем с этим согласен. Ведите своё имя. А, так, сразу? Ну, хорошо. Пингвин. Думаю, будет логично. Эй, лошпет! Сука, я пингвин, а не лошпет. Мне тут птичка напела, что ты на уроке физики на Настю засматривался. Ты что, давно с раскрашенным лицом не ходил? Охуенное начало. На Настю? Ха-ха! Ты себя в лицо видел? Чудило! Может быть, грохнем его? Да и дело с концом. Верно, верно. Тебя-то, чудило, никто и вспоминать не станет. Тот и оно. А вы слышали, что его батька к соседской проститутке ушёл? Да-да! А мать его вообще та ещё шалава! Блин, что это за хуйня происходит? Вы кто вообще? Мы только начали. Почему вы меня буллите уже? Недавно видел её. Такие у него бафера классные. А я взял да и потрогал. Ты что? Охуел! Блядь, а почему тебя не посадили? Я ничего не понимаю. Слышь, пингвин, А ты точно знаешь, что твой настоящий потёк? Ты что, охуел? С какого хуя? А то я бы на твоём месте не был бы так уверен. Это он точно приёмный. Видал, какой дрич? Откуда они знают? Вы что, за мной следите? А вот у ломаши его! Ха-ха, точно! Ну что, пингвин, ты ведь знаешь, что за свои проступки нужно отвечать? Я не готов. Мы только... Я только появился в этой игре. Давайте поговорим для начала. Решим все наши вопросы. За что вы вообще ко мне какие-то претензии имеете? Я не знаю, кто такая Настя. Сколько? Сколько раз ты посмотрел на Настюху? Ноль, блядь! Да я лично раза четыре заметил. Сто пудов весь урок пялился. Суки. Душу дальше. Ну, четыре так четыре. Раз. Два. Три. Бля, походу, дело четвертый был лишним. Ой. Очередной день серого тоскливого дня. Блин, хреновы у тебя деньки, дружок. Никакой радости и никаких ожиданий. Единственное, что мне греет душу... Ее улыбка. Столь чиста и невинно. Она единственная, кто ни разу не сделал мне ничего плохого. Ничего, не бойся. Если они снова к тебе пристанут, то я защищу тебя. В смысле? Я еще настолько лох-то, что меня Настя защищает? Мне мало того гопники пизды сейчас дали. Так еще и баба впрягается. Что за дела? Ты глянь на него. Вырубился. Блядь, четыре лишнее было. А вот как раз и Настя пришла. Настюка. Настюха, подойди-ка сюда. Не надо. Мальчики, что происходит? Не смотри на меня. А ты знала, что на тебя наш пингвин ночами дрочит? Блядь, откуда они все знают? Я не понимаю. Точно-точно. Я видел, что у него в телефоне. И ее фотки были. По-любому в толканье на переменах наяривает. Прошу, прекратите. Ага. Еще и болтает сам собой. Жуть. Ну что скажешь, Настюх? Я... Вот же мерзость. Ты что, серьезно втерился в меня? Вот же жесть. Какой же ты отвратительный. Пиздец просто. Забулили в первые пять минут. Вот так вот, блядь. И называй свое имя везде. Хватит. Хватит. Блядь. Я думаю, мне нравится. Учителя. Что происходит вообще? Родители. Они не видят меня. Они лишь только делают вид, что заботятся обо мне. Делают вид, что любят меня. Мама просто играет роль матери, чтобы выглядеть пристойно в глазах окружающих. Какая ты молодец. Воспитываешь одна сына. Но ее забота идет не от сердца. И потому мое собственное сердце остается холодным. Так же и с отцом. Он бросил нас. Он бросил меня. Они не любят меня. И я отвечаю им нелюбовью. И так со всеми. Окружающие относятся ко мне с неприязнью. Я отвечаю им ненавистью. А что, почему руки в крови? Очередной день серого тоскливого дня. Никакой радости от предстоящего дня и никаких ожиданий. Я встал с кровати. От резкого подъема у меня загружилась голова. Никаких звуков с других комнат. Никаких светящихся родителей, готовящих завтрак. В этом году я закончил одиннадцатый класс и поступил в университет под названием Птути. Хотя многие мои знакомые говорили мне поступать именно туда. Пошел я в этот универ только потому, что мне получилось поступить только в него. Сам по себе я парень скромный. Люблю сидеть дома и залипать в какое-нибудь аниме. Ставь, блядь, лайк, если это жиза. Каждый день играю в игры, ем, сплю. Я всегда любил держаться в стороне от моих ровесников и бы считал их слегка туповатыми. Бля, ну на самом деле, в какой-то степени жиза. Типа, как бы это хуёво, наверное, и грустно не звучало, но... Я вспоминаю себя, наверное, в далёком детстве. Что-то в этом есть. Собственно, из-за этого у меня не было ни одного нормального друга. Но вот это нет, потому что друзей у меня дохуя было. Как ни крути. А вот потом, ну, типа вот, к более уже старшему возрасту друзей стало всё меньше, потому что все, кто поженился, кто помер, кто сел, кто ещё какая-то хуйня произошла. Поэтому, да, дело такое. Собственно, из-за этого у меня не было ни одного нормального друга. И девушки, конечно, тоже. Кстати, с девушкой тоже, ну, нормально всё было. Поэтому, ну, не все, короче, вот такие чуваки, кто не любит социум, они вот такие. Это стереотипно, на самом деле. Потому что я вот, ну, как бы вроде и такой был, но и с общением, в принципе, никогда не имел проблем. Вот. То есть я даже так скажу, мне настолько общение в моменте надоело, что я начал его уже прям, ну, немножко, это, отходить с возрастом. Что за Маша ещё? Чего? Чего? Кого это у тебя нету? Ты совсем ошалел? Симпай! Извини, не совсем это имел в виду. А, я не понимаю, я в этот момент говорю или это мои мысли? Наверное, я говорю всё-таки в этот момент, потому что они тоже давно стебались, что я там что-то под нос себе бурчу. Я думал, это мысли мои. Блин, ну ладно. Пингвин меня обижает! Зачем ты так говоришь? Маша, я не хотел, я не понимаю, почему? Опять я появился, и опять какая-то хуйня! Я ничего не делал! Это была Маша. Единственная отрада, которая у меня была, есть и будет. Та, что не даст мне наложить на себя руки и приступить к черту невозврата. Не, ну вот такой хуйни у меня никогда не было, конечно. Это вообще дичь. Моя любимая Маша. Так звали мою девушку. Чего? Ты только сейчас сказал, что у тебя нет девушки. Семпай, опять ты себя тяжкими думами обременяешь. Бля, может это воображаемая девушка? Прости меня, я же не со зла. Нет, всё в порядке. Я дарил её прекрасную фигуру вопросительным взглядом и притянулся ловким движением руки. Это что ещё за разговорчики, мисс? Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Что происходит? А какого хуя она цветная? Я думал, она черно-белая будет. Ты же знаешь, как я сильно тебя люблю. Да мне на всей планете Земля, кроме тебя, никто больше не нужен. Так и запиши. Ха-ха, так и запишу. Любой человек смог поинтересоваться у меня. С какой-то радостью ты скрываешь от публики такую красавицу. А ведь ещё такими несчастными тут себя выставляешь перед нами. Жизнь потрёпанным. Вот, да, я про то же. Но я чё-то почти уверен, что это просто воображаемая подруженция. И всё, не более. Однако, это не совсем так. Мои отношения с Машей — это наш небольшой секретик от всего остального мира. Потому что она моя сестра. Прикиньте, вот тут вообще бы степень кринжа бы увеличилась. Главное во всей этой картине то, что я люблю её. А она любит меня. Мы счастливы здесь сейчас. Точнее, были бы счастливы, если бы не раздражающий шлейф моего прошлого, что тянется за мной по пятам в настоящее и никак не желает отступать. Остаётся белым шумом на фоне живущего за окном города. Ты сегодня даже слишком миленький. Что-то хорошее всё-таки случилось, симпай. Маша многозначительно сверкнула глазками. Маша... И... Чё? Глазками. Паша. И присела ко мне на колени. Какой нахуй Паша? Я пингвин же. Возможно... Если ты вдруг забыла, то напомню, я же в университет поступил. И сегодня мой первый день, вообще-то. Как бы не хотелось меня расстраивать мою любимую Машеньку, но времени на раздумья в данной ситуации у меня было критически мало. Блин, они бы как-то разделяли бы вот этот момент, когда я говорю, а когда это мысли. Как в зайчике, допустим. Поэтому подними свой хвостик с моих колен и дай встать. Войди в положение, пожалуйста. Почему такая спешка? Я же могу сделать это всё для тебя, пингвин. Мы оба знаем, что есть причина, по которой рубашку для меня погладить ты точно не сможешь. И как бы больно мне не было это признавать, это было чистейшей правдой. Да, пожалуй, ты прав. Ты всегда прав. Блядь, что это за уши у неё? Это не настоящая барышня. Уверен, что это воображаемая. Так как ты мой хозяин, а я твоя. Стоп, какой нахуй хозяин? Она загусила губу и бросила у меня похотливый взгляд. Предпочту пока что воздержаться от любых действий сексуального характера. Сказал я и побежал гладить упомянутую раннюю рубашку. Но Маша не унималась. Она обнимала меня сзади и шептала на ушко. Останься со мной сегодня. Зачем тебе универ? Давай купим пиццу, включим хентай и займёмся. Нет! Маша! Ты меня за животное какое-то похабное держишь, что ли? Дай мне выйти на улицу, подышай свежим воздухом. Ну, ладно. И знай. Я обиделась. Блин, взял, обидел. Бедную девочку. Надулы щёчки Маши, развернулась и демонстративно покинула комнату. Я, конечно, тебя люблю, но порой ты бываешь то ещё. С занозой в одном месте. Взяв с собой теперь ещё совсем лёгкий портфель, я вышел на улицу. Каждое утро я вижу лица прохожих, шагающих на работу. У всех одинаковые тусклые лица. Невыспавшиеся, недовольные офисные планктоны едут на работу. Школьники, не любящие ходить в школу, они ещё не знают, что это не самое худшее. Хотя, вспоминая своё школьное время, это было отвратительно. А-а-а, это уже будущее, что ли? А до этого нам прошлое показывали. А-а, подожди, или нет. Где нас булили, не пойму, в школе или в птуте? И вот мне интересно, знают ли все эти люди, зачем они встают каждый день? Есть ли какой-то смысл в этом? Неужели им приносит это удовольствие? Я никогда их не пойму. Идти до универа мне было совсем недалеко. Жил я в 15 минутах ходьбы от моего нового места учёбы, рядом с парком Гагарина, в котором я часто любил гулять в гордом одиночестве. Блин, я тоже в детстве жил около парка Гагарина. Какая же за... Моё волнение было видно на лицо. Я чувствовал свой испуганный взгляд и трясущиеся руки. Как меня воспримут новые одноклассники? Тьфу ты, однокурсники. Одногруппники. Надеюсь, что люди, поступающие в институт, будут гораздо умнее и спокойнее, чем школьники, дёргающие девочек за косички. Блядь, да это... Это место, нахуй, где я жил, как будто я вам отвечаю. Тут такая же, блядь, церковь, нахуй. Там такие же дома, тут такое же шоссе, московское шоссе. Это что, блядь, Самара, что ли? Ничего не понимаю. Это прям реальное место, как будто где я жил, нахуй. Надеюсь, что люди, поступавшие в институт, будут гораздо умнее и спокойнее, чем школьники, дёргающие девочек за косички. Школьники, плюющиеся из трубочек на урок. Их, ходящие курить в туалете на перемене. Школьники, задирающие таких, как я. Блядь, я забыл, мы жилох. Яркий солнечный свет. Подышать было решением, конечно, относительно выгодным. Но вот лучи этого величественного небесного светила знатно ударили меня по пухшим глазам. Солнце сейчас представлялось мне жёлтым колобком с российской имиджборды двач. Блядь, мне пришлось немножко времени, чтобы понять, о чём я речь. Оно просто не могло перестать смеяться с проходящего мимо хикана. Пускай ты смеёшься и улюлюкаешь надо мной в данную секунду, но я тебе ещё докажу солнце. Я заведу в этом универе хороших друзей. Блядь, какой же мы, блядь, лох. Мы просто идём и солнцу доказываем, что всё будет типа ок. Ну, или хотя бы знакомых. Так тому и быть. Хотя, учитывая то, что я социальный подросток, думаю, что это останется за гранью моих возможностей. Мне стоило бы более трезво оценивать собственные силы. Впереди начала вырисовываться толпа молодых людей. Должно быть, это и есть студенты нашего вуза? Вчерашний абитуриент, пионер, так сказать. А ведь сегодня уже гордый студент первого курса. Комсомолец. Я часто задумываюсь насчёт того, что толпа — это не отдельный взятый биоритм. А целый живой организм с кучей протекающих в нём циклов. Люди постоянно покидают этот вакуум лишь для того, чтобы попасть в него вновь. У толпы меняется настроение. Она может быть как настроена убивать, так и настроена сострадать. Но я не могу увидеть собственные роли во всём этом. Я не чувствую себя частью толпы. Я чувствую себя скорее ледорубом. Несчадно уничтожившим эту конструктацию. Вопреки её ожиданиям. Я чё, блядь, упал? От резкого удара я чуть не упал на землю. Что-то врезалось прямо мне в спину с большой скоростью. Смокат? Куда ты прёшь? Глаза разуй! Я обернулся и видел агрессивно настроенную особу. Выглядела она на удивление довольно хорошо. Спортивное телосложение, глубокие голубые глаза, чёрная модная кепка и длинные русые волосы. Большая грудь, узкая талия, широкие бёдра. Ладно, что-то я отвлёкся. Стало понятно, что именно она врезалась в меня. Ну вот, кажется, утро уже не сдалось. Непонятно было, зачем она кричит. Ведь врезалась в меня именно она. И это несмотря на то, что дорога была довольно широкой. По правде говоря, мне не очень хотелось бы портить себе день. Чё вылупился? Язык проглотил? Не хотелось бы проблем в свой первый учебный день. Однако эта девушка явно перегибала палку. Опа! Опа! А вот и первый выбор, гайз! Ну, вот как раз, вот я думаю, как раз это будет, наверное, может быть правильным. Ну, типа сейчас закончить. Да, наверное, давайте пишите в комментарии, что сделать. Возразить или извиниться. Вот. И, собственно, завтра я выпущу продолжение. Ну и оно будет, если этот ролик вам понравится, оно будет подлиннее. Ну, как по мне, на самом деле, мне понравилось. Я бы хотел с вами дальше пройти это. Прям, блин, интересненько. И начало такое ненудное, как, блядь, во всех новеллах обычно. Поэтому прям такой глоток свежего воздуха перед четвёртым эпизодом «Зайчика», как по мне. Вот. Поэтому ставьте лайки, пишите комментарии. Пишите, что ей в итоге сказать. Возразить или извиниться. И, собственно, с вами был тот пингвин. До завтра!